Добрый день! Сегодня мы поговорим об очень важном, об ударении в словах. И тему нашего занятия мы назвали в шутку. Ошибка в ударении граничит с преступлением. Пускай запомнит это млад и стар. Ни молодым, ни старым нельзя одним ударом не то, что нужно, ставить под удар. Ударный слог, ударный слог, он назван так недаром. Эй, невидимка, молоток, отметь его ударом. И молоток стучит, стучит, и четко речь моя звучит. Шутник он, невидимка, молоток, тук и ударил в безударный слог. И сразу же исчез огромный замок, и появился маленький замок. Послушай, молоток, не путай слоги, опять озорничая, не солги. Мы в слове слог ударный найдем элементарно. А когда его найдем, громче всех произнесем. Ставьте правильно ударение. Возил не шофер, а шофер. Разбил не фарфор, а фарфор. Был оглашен не приговор, судебный приговор. Строгал не столер, а столяр. Но доску, не доску. И слушал в одиночестве не тоску, а тоску. В русском языке ударение подвижное. А во французском языке всегда падает на последний слог. Например, Париж, Рандеву. В польском языке ударение падает на предпоследний слог. Варшава, Краков, Висла, Полька. Лятовия переводится летнее. Зимовия переводится зимнее. Представьте себе, что вы француз. И произносите русские слова с французским акцентом. Как будут тогда звучать слова? Щука, щука, кукушка, кукушка, муха, рыба. Французы ставят ударение на последний слог. А если вы поляк, как произнесете русские слова с польским акцентом? Курица, улица, городской, воробьей. А мы с вами должны запомнить правильное ударение в словах. И помогут нам в этом стихи. Слово свёкла. Я у тёти фёклы ела борщ из свёклы, говорит Машенька. Щавель. Прилетел мохнатый шмель и уселся на щавель. Шарфы. А у нашей Марфы все в полоску шарфы. Торты. В музее натюрморты, на них цветы и торты. Запомним правильное ударение. Банты. Девочки надели банты и играют дружно в фанты. Туфля. Туфля. Слово туфля я прочту с ударением на ту. Каталог. Ударение в слове каталог падает всегда на третий слог. Жалюзи. Жалюзи. Поскорее привези для окошек жалюзи. Сливовый. Несу в корзине ивовой пирог с начинкой сливовой. Украинский. Украинский. Харчо суп грузинский, а борщ украинский. Включит. Внучка музыку включит, сразу бабушка ворчит. Звонит. У того, кто знаменит, телефон весь день звонит. И еще есть название фильма. Звонят. Откройте дверь. Баловать. Мама сына баловала, вместо супа торт давала. Завидно. Есть при всех конфеты стыдно. Поделись, ведь нам завидно. Столяр. Красит здание маляр, мебель делает столяр. Красивее. Чем человек счастливее, тем выглядит красивее. Квартал. Мы прошли немало, целых два квартала. Облегчить. Не просто ударение заучить. Стихи задачу могут облегчить. Перечитайте еще раз эти стихи и ставьте правильно ударение в словах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...